Друзья, привет! Сегодня мы продолжим говорить о самых опасных животных и узнаем, с кем лучше не встречаться в дикой природе России. Россия очень большая страна и на ее территории обитает очень много различных видов животных и встреча с некоторыми из них может закончиться большими неприятностями. Когда речь заходит об опасных и свирепых животных России, многие представляют бурого медведя, и это верно. Встречи с голодным медведем в лесу не сулят ничего хорошего. Бурый медведь – один из крупнейших хищных животных нашей планеты. Вес самых крупных самцов может достигать 780 килограмм, а длина тела – 2 метра. Меню бурого медведя в основном состоит из растительных кормов – орехов, ягод, клубней и корней. Животная пища составляет примерно четверть рациона медведя. Его жертвами могут быть как крупные копытные животные, так и мелкие, земноводные, присмыкающиеся, грызуны и насекомые. На крупных животных медведи нападают чаще весной, когда еще мало растений и плодов. В дикой природе с бурым медведем встречаться нежелательно. Особенно опасны медведи, которые не впали в зимнюю спячку. Голодные шатуны бродят в поисках пищи и нападают на каждого, кто встретится на их пути. Также очень опасны медведицы, защищающие своих детенышей. Следующее животное больше и сильнее бурого медведя. Это белый медведь. Огромный хищник обитает в полярных регионах России, на множестве островов Ледовитого океана и на прибрежной суше. Периодически с полярным медведем встречаются в городах. Голодные особи в голодный период обнаруживаются близ Архангельска, Северодвинска и других населенных пунктов. Вес крупного самца может превышать одну тонну, а рост достигать трех метров и более. Это самый крупный млекопитающий хищник на Земле. Кроме того, стоит отметить, что эти животные отличаются исключительным умом. Они способны выслеживать, анализировать, выбирать удобное время и обстоятельства для атаки. И эти медведи обладают огромной физической силой. Единственный удар лапой может быть смертельным для человека. Если говорить о диких кошках, то самым большим и опасным является амурский тигр. Это очень осторожный, скрытный и опасный зверь. Если вы попытаетесь обнаружить его самостоятельно, то это может закончиться нападением со всеми вытекающими последствиями. Обитает этот тигр преимущественно на Дальнем Востоке. Длина тела крупного самца достигает 380 сантиметров, высота 115 сантиметров, а вес 300 килограмм. Сейчас численность этих животных невелика, они находятся под охраной и занесены в Красную книгу. Амурский тигр – ночной хищник. В основном он питается крупной добычей – оленями, косулями и лосями. Также тигр может полакомиться и добычей помельче – лягушками, мышами, птицами и рыбой. Взрослому самцу нужно съедать в день около 10 килограмм мяса. Считается, что тигр редко нападает на человека, но такие случаи известны. Так, в Хабаровском и Приморском краях за последние 60 лет было около 10 случаев нападения тигра на человека. Тигр очень хорошо видит в темноте, примерно в 5 раз лучше человека, так что ночью с тигром лучше не встречаться. Следующий хищник очень знаменит в России, его знают все. Это волк. Эти млекопитающие хищники из семейства псовых могут достигать 160 сантиметров в длину и 100 килограмм веса, из-за чего считаются одним из самых опасных врагов человека в лесу. Они живут по всей стране, за исключением таежных зарослей и некоторых островов. Волки – прирожденные охотники, которые отличаются силой, ловкостью и выносливостью. Они охотятся как на диких животных, оленей, лосей, косуль, кабанов, так и на домашних – лошадей, коров и овец. Голодные волки нередко довольствуются и мелкой добычей – зайцами, лисами, птицами, лягушками и ячерицами. Известны случаи нападения волков и на людей. На человека могут нападать как здоровые животные, так и больные бешенством. Нападение здоровых волков на человека, как правило, случается в голодное время или в период выкармливания детенышей. Многие охотники не понаслышке знают следующее животное, какое оно может быть опасное, хоть и не является хищником. Кабан. Эти дикие свиньи предпочитают болотистые места и леса, растущие у воды. Длина тела крупного самца может достигать длины 170 сантиметров, а вес – до 200 килограмм. Эти животные все ядны, но большая часть их рациона состоит из растительной пищи. Также кабаны дополняют свое меню белковой пищей, поедая мелких животных – лягушек, червей, насекомых и змей. У кабанов очень плохое зрение, и они могут не заметить человека, который стоит на расстоянии всего 15 метров. В лесу с этим животным лучше не встречаться. Особенно опасны встречи с самкой, охраняющей своих малышей, и с самцом во время гона. Если самка решит, что ее детенышам угрожает опасность, то она будет бесстрашно атаковать обидчика. Еще более опасны самцы, так как они и больше, и сильнее. Кабаны очень быстро бегают, так что убежать от них нереально. Единственный правильный выход при встрече с кабаном – это забраться на дерево и дождаться, когда животное уйдет. Крупное травоядное парнокопытное – лось, также попал в список самых опасных животных на территории России. Это самый крупный представитель российской сухопутной фауны. Длина туловища может достигать 3 метров, а в холке особь растает до 2,5 метров. Вес порой достигает у самцов до 700 килограмм. Устрашающий вид дикому зверю придают его большие рога, обладателями которых являются исключительно самцы. Их форма чем-то напоминает саху, отсюда и второе название – сахатой. Вид этого зверя отпугивает даже такого крупного и грозного хищника, как медведь. У лосей суровый характер, они крайне не любят, если люди заходят на их территорию. Поэтому с порнокопытным лучше не встречаться в одиночку, в особенности во время гона, так как в это время животное становится агрессивным и нападает на человека. Сахатый может просто затоптать свою жертву до смерти. Если говорить о змеях, то самой опасной в России является гадюка. В длину гадюка может достигать 90 сантиметров и 180 грамм веса. Эта пресмыкающаяся имеет желтовато-коричневую или бурую окраску, хотя в некоторых областях часто встречаются абсолютно черные змеи. Наиболее активное время этих рептилий приходится с мая по сентябрь. В это время гадюк можно увидеть не только в лесу или на лугу, но и на дачном участке. Сама гадюка никогда не нападает, только в случае потенциальной угрозы для себя. У неё весьма болезненный укус. В месте поражения начинается жгучая боль, кожа краснеет, а рана воспаляется. При большой дозе яда у пострадавшего наблюдается головокружение, тошнота, рвота и прочие признаки интоксикации. Яд обыкновенной гадюки убивает очень редко, но может вызвать значительные осложнения, печёночную и почечную недостаточность, некроз поражённых тканей и так далее. Каждый год от укусов гадюк в России страдает свыше тысячи человек. Также можно упомянуть таких животных, как лисы, куницы, ежи и других похожих зверьков. Для человека угроза от них может заключаться лишь в том, что они могут быть переносчиком опасных заболеваний, в первую очередь бешенства. Контакт с заражённым животным может оказаться смертельным, если вовремя не принять медицинских мер. Заражённые бешенством звери ведут тебя агрессивно и вполне способны броситься на человека. Если промедлить с обращением к врачу после такого укуса, то шансов выжить нет. Развившееся бешенство смертельно. На этом всё. Друзья, будьте осторожны, гуляя по лесам и полям, ведь есть вероятность встречи с одним из этих животных. И будет хорошо, если дикий зверь просто развернётся и уйдёт. А я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!